привет друзья сегодня у нас воскресенье 14 июля я только что пришла с пляжа устала вот дома сейчас сниму вам такое видео небольшое вот посмотрите сейчас пока показываю вам как у меня моя секулента расцвела очень необычно вот она и еще одна вот это тоже дала вот такую вот огромную палку ну то здесь по моему что-то как-то я все жду когда будут цветы но по моему цветов тут не ожидается вот такие вот какие-то небольшие просто колокольчики как их поудобнее показать вам вот ну а герань моя красавица королевская всегда в цвету друзья хочу сегодня вам показать немножко вот такого вот чем я дома занимаюсь хоть и устала немножко но сейчас вам покажу как я на своей кухне сейчас буду готовить настойку и еще кое-что покажу давайте смотреть на моей кухне сейчас вам покажу настойки вот из таких красивых трав а то не все же нам по дискотекам то бегать сами понимаете да надо и делом заняться мне я сегодня хочу вам показать одну интересную вещь может быть кто-то знает может быть никто не знает вот что это такое как вы думаете посмотрите что это такое может быть догадайтесь но я вам скажу не буду вас долго утомлять и мучить я вам скажу это друзья прополис прополис как раз вот из-за пчелиного улья вот так он выглядит этот прополис и нам его принесла вот англичанка оказывается она не знала что это такое никогда не слышала вот такие бывают люди хотя у нее несколько ульев она давно занимается пчеловодством но она использовала только сотый вот мед собирала ну и конечно же вот пыльцу вот такую вот еще у меня кстати есть видите вот она знала эти вещи а вот прополис она собирала и выбрасывала я его в живую тоже никогда не видела как он выглядит я видела мази прополисные какие-то настойки вы знаете очень полезная вещь ну вот он выглядит вот так а это что это продукты жизнедеятельности пчел как вот когда чистят ульи вот этот прополис вот такой вот там остается иногда даже пчелки там дохленькие попадаются вы знаете и вот из него как мне сказали надо сделать настойку вот на водке на пшеничной сейчас покажу я высыпала весь этот прополис банку и сейчас залью водкой лучше бы конечно заливать спиртом как вы понимаете водка всего 38 градусов здесь всегда считали что 40 но вот оказывается 38 вот конечно такую красоту я показываю вам я ее прям на ваших глазах вот я вылила литр водки вот такой теска я купила видите 37 с половиной градусов стопроцентный спирт что тут с цилированной водой вот вот я залила вы знаете пропорции я не знаю но наверное чем больше прополиса тем лучше на литр водки но у меня вот получилось всего вот немножко вы видели две горсти так скажем да я даже не взвешивала я его плотно закрываю крышкой очень плотно вот у меня такая баночка специально и ставлю в темное место на две недели настаиваться он конечно получается не такой насыщенный он просто принимает такой знаете желтоватый чайный цвет вот и потом его вот эту вот настойку прополиса надо принимать ну наверное по 50 грамм скажем так вот вечером на ночь в одно и то же время хороший сон и очень много там говорят он полезных вещей имеет по очень много пользы приносит организму ну вот меня не хотят слушать когда рассказываю считают что это нужно поэтому я вам говорю вот я настаиваю водку с прополисом и потом это все вот такую настоечку пью но она должна настояться две недели и когда вы наливаете вы ее конечно должны процедить постоянно пусть стоит вот так потому что процеживать не обязательно она чем дольше стоит тем она больше настаивается вот такую замечательную вещь сегодня вам показала как аквариум смотрите всем здоровья друзья всем хорошего настроения позитива ну вот наверное может быть и эта настоечка тоже нам добавит позитива я коль скоро уж стала вам показывать настоечку полезную да хочу вам показать еще одну полезную настоечку вот я ее тоже настаиваю на водке вот видите это ягоды годжи ягоды годжи очень полезные последнее время используются очень часто это ягоды такие вот маленькие похожи на барбарис они растут в китае и где-то еще может быть в азии я их привезла из таиланда вот посмотрите какой красивый цвет приобретает настойка с ягодами годжи тут у меня для вкуса еще лимонные корочки добавлены ну в общем можно и просто ягоды использовать тоже вот такую настоечку принимаете можете почитать о ней рассказывать не буду чтобы вас не утомлять очень много полезных свойств вот единственное для меня что в ней считаю я очень прекрасно это то что она понижает артериальное давление и то что она снижает холестерин это для меня супер ну и еще много полезных свойств ягода годжи имеет те кто ведут здоровый образ жизни наверняка знают вот посмотрите еще что у меня есть вот видите целый мешок дров вот таких вот нарезанных тонко наструганных разных разных от разных деревьев вот такие кусочки это тоже я привезла из таиланда это тоже очень полезная вещь тоже она должна настаиваться на спирту очень красивый цвет сейчас вам покажу у меня к сожалению опять осталось там совсем чуть-чуть но у нее цвет просто шикарный как у хорошего коньяка это вот настаивала я вот эти вот кусочки древесины тоже очень полезные можете по погуглить посмотреть почитать я даже не помню сказать по правде как они называются ну вот тоже заливается это все водкой чем дольше настаивается тем насыщеннее сейчас даже немножко налью и покажу какой красивый цвет вот посмотрите какой великолепный цвет имеет это настойка вот просто благородный видите чистый как слеза пахнет вот такой вот знаете свежей древесиной это же вот такую вот рюмочку можно вечером перед сном это полезно и хороший сон и укрепляет здоровье и ваш организм а я сейчас знаете что как-то вот купить вообще разучилась не умею но настойки делаю из нее вот видите вот еще у меня вот такая была настоечка тут в общем наверное больше пол бутылки всяких разных травок я настаивала на водке сейчас покажу вам вот такие травки я употребляю видите зверобой ты щелистник липа хвощ полевой и тут у меня еще мята перечная вот это вот все я добавляла по моему там еще что-то у меня было сейчас а земляники ли земляники вот это все я добавляла туда водку сейчас покажу какой прекрасный тоже напиток если там осталось что-то сейчас посмотрим какой чудесный цвет травяной настойки он зеленоватый такой ну я не могу сказать что он очень уж насыщенный но тоже видите очень красивый получается цвет и пахнет замечательно и тоже вот вот столько можно пить по вечерам не бойтесь спится потому что это совсем чуть-чуть а говорят что немного всегда стимулирует немного вот такого вот крепкого зелья настоечки стимулирует и улучшает сон и ваше настроение ну и вот еще одну настоечку я вам покажу напоследок это просто у меня клад это очень давно она у меня вот эта настойка это наверное уже лет пять вот эту водку даже я не знаю где и покупала но это видите я положила рядом зубчики чеснока чтобы сразу поняли что это вот как раз зубы дракона настойка называется она делается настаивается на чесноке тоже можете погуглить и посмотреть но эту настойку надо пить очень аккуратно там дозировка просто по каплям в молоко в маленькую маленькую плошечку молока вы капаете 1 2 3 4 5 каждый день увеличивая по капельке по моему до 25 капель пьете каждый день и потом на снижение 24 23 20 22 21 20 и так дальше до 0 и вот такое вот очищение улучшения омоложения организма на вот такой настойки зуб дракона это по-моему японский рецепт тоже всем рекомендую кто не знает как настаивается это водка или лучше даже спирт на чесноке можете погуглить и почитать я просто вот сегодня вам показываю те настойки которые у меня есть и которые я употребляю и вам все и напоследок хочу вам показать знаете как я делаю фруктовый салатик очень просто и легко вот из тех фруктов которые у вас имеются сейчас жарко ничего не хочется вот фруктовый салатик с удовольствием я нарезаю ломтиками дольку арбуза чищу черешню немножко насыпаю черешни вот такой вот добавляю немного клубнички но так как у меня клубника огромная я ее порежу сейчас вот так можно порезать крупнее можно мельче кому как нравится но я вот чё-то люблю мельчить ой вы знаете в чё-то все у меня красное получается да сейчас мы разбавим немножко ягодами черники будет красиво сейчас я еще добавляю сюда ягоды черники так вот вообще хотела еще киви добавить но чё-то киви к сожалению я уже съела вообще киви еще очень красиво сюда ананас пожалуйста все что хотите сахар я сюда конечно никогда не добавляю но сегодня что-то мне захотелось вот я посмотрела у меня какая-то оказалась кислая клубника я добавлю вот такой вот сахарной пудры немножко ну вот я совсем чуть-чуть добавила видите сахарной пудры ну и последнее конечно же дабл крем я добавляю сливки 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 кому сколько нравится но я люблю чтоб тоже все плавало вот так вот у нас получилось вкуснятина неописуемая всем приятного аппетита друзья